Привет, бро! С тобой Воблер и успей поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Молодец, бро, что ты успел поставить лайк? Сегодня мы с тобой будем защищать эту маленькую зелёную базу. У нас будут зелёные человечки и зелёные танчики. Будем баранить её от нападения других вражеских юнитов. Это у нас игра той Army Draw Defense. Второй ролик по этой игре. Мы уже немножко прокачались. Мы уже с тобой имеем тут танчики, даже чуваки с огнемётами. Но ещё есть очень много юнитов, которых нам надо открыть, прокачать. И нам надо будет, конечно, защищать нашу базу с помощью всех возможных способов здесь в игре. Короче, присаживайся поудобнее и поехали. Мы находимся сейчас с тобой на 12 уровне. Так, поехали. Это что за босс? Я готов с ним сразиться. Это огромная горилла. И нам предлагают варианты для прохождения этого уровня. Но я думаю, что мы и так обойдёмся. Я думаю, что мы завалим нашу вражескую гориллу. Ракетами, ребята, её ракетами. Я тоже персонаж, ребята, стреляю. Ого, как она раскидывает. Ничего себе, она крутая. У меня 614 хп сейчас. Давайте ракетами. Это какой-то бешеный Кинг-Конг. У него сверху какая-то гантель лежит. Даже тоже есть какие-то вон крокодилу поверженный. Но мы завалим Кинг-Конга. Да. Кинг-Конга мы с тобой завалили. Давай попробуем открыть какие-то прикольные улучшения для нас. Или новых персонажей. Крутим рулеточку. И что ты танк даёшь? Да у меня есть уже танк. Т34. Ну ладно. Крутить мы не будем. Давай попробуем здесь посмотреть, что можно открыть. Это челленджи. Пока они нам недоступны. Так, тут мы хоть что-то заработали. Ничего нету. А вот в магазине я вижу, что мы можем с тобой, ребята, что-то прикупить. За 30 кристаллов можем взять какой-то танчик. Давай, дирижабль. Эпический. Это круто. Он же будет, ребята, помогать нам защищать базу. Я очень безумно рад. А также ещё джипик с левой стороны. А тут у нас прокачка для нашего огнемётчика. И через 5 минут можно будет ещё за ролик посмотреть. Ну ладно, я готов. Я рад, что у нас есть теперь дирижабль сверху, ребята, который охраняет там. Поехали в новый уровень. Нам предлагают дрона, рокеткар. Там мы и так обойдёмся. У нас и так всё хорошо получается. Вот, держите танчики со всех сторон. Так, а дирижабль я, наверное, не могу как-то ставить. Или могу? Он даже там летает что-то, ребятки. Вы посмотрите. У нас уже на базе есть одна турель, которая палит в разные стороны. Давайте, танки, вперёд. На нас нападают чуваки с огнемётами. Давай, пошла жара. Также, ребята, иногда здесь выезжают огромные вражеские танки. Жёлтые. Здесь меняются карты. И здесь игра усложняется с каждым уровнем. Но я думаю, что пока мы побеждаем, и хорошо. Давайте. Отлично. У нашей базы всего лишь 2600 хп. Так, мы можем что-то прокачать, да? Нам турель открылась. Нам открылся, ребята, дирижабль. Вот. Прикольный дирижабль. А как его? Он уже выбран, наверное. Интересно, по карте мы его можем как-то перемещать или нет? Также мы можем заграждения строить. Джипы нам пока недоступны. Здесь какая-то кнопка красная. Вот тоже ракетные танки. Но это прям золотые. Если у нас эпические юниты. У нас эпический есть хоть один? Пока что непонятно. Так, дирижабль. Он просто стоит. Так, какая-то база. Смотрите, есть кристаллы. Ага. Ну, давай нажмём. Так, кристаллы мы забрали. В принципе, нормально. Давай попробуем что-то ещё прикупить нам. Ух ты, смотрите. Армор кар. Прикольный нам открылся. Так, давай ещё жмякаем. У нас есть деньги. Чувак, который бросает гранату. Что у нас ещё? Так, ну это обычный камень для строительства. Со щитом. За 300. С огнемётом. Ух ты, дирижабль. Киров. Ну, прикольно. Может быть, мы сможем дирижабль прокачать наш? Давайте посмотрим. О, да, ребята. Дирижабль на защите будет. Так, у него атака 30. Ранг 15. Атака давай посмотрим. Упдейт сделаем. Сколько будет атака. Атака 39. Ну, нормально. Он уже второго уровня. Нам реально повезло. Хотелось бы ещё турельку получить. Потому что турель реально бомбезная. Да, и базу можно было бы как-то улучшить. Здесь хп улучшается. Здесь даже какой-то самолёт может летать, что-то скидывать. То есть он либо вызывается, либо на базе постоянно летает. Ну, ладно. Пошли вперёд. 14 уровень. Ага. У нас машинка есть. Её надо просто поставить. Так, здесь ставим вот так вот танки. Ракетные машины. То есть мне кажется, что танки всё равно лучше, чем какая-то пехота. Правильно, ребята? Чуваки уже гранатами нас закидывают. Вы посмотрите. То есть против танков. На, полетели ракеты. Ракеты наносят хорошо урона. Просто, ребята, они такие вот долго летят. Игра офигенная. Мне нравится рисовка, графика. Вот почему она просто в таком вот положении? Почему нельзя, чтобы она какая-то покрупнее была, побольше? Так, у нас накопилось всё. Давайте ещё танки разбросаем. У нас даже два дирижабля откуда-то взялось. Ребята, наша игрушечная армия защищает базу. Давайте мы с вами всё-таки поставим, наверное, место огнемётчика. Вот 77 у него. Ремувет. Давайте мы поставим всё-таки танчик. У него 146 хп и атака 20. То есть он будет, наверное, стрелять. А у нас уже есть ракетный. У него хп 200, атака 26. А тут хп 146, атака 20. Может быть он быстрый, манёвренный или... Так, скорость атаки 0,6. А тут скорость атаки тоже 0,6. А чё они одинаковые? Так, ну ладно. Ну, в принципе, зачем нам пехота? Ещё это чувак есть, который гранаты бросает. У него атака, видите, какая. Ладно, побежали вперёд. Я думаю, что мы сейчас будем проходить уровни и смотреть, что же против нас поставит враг. Тем более, что сейчас уровень с ящиком. Наверное, тяжёлый будет, да? Вот танчики ставим. У нас два дирижабля. То есть у нас типа второй уровень и два дирижабля. Прикольно. Давайте, пацанчики, дирижабли куда-то полетели вверх. Вот джипы приехали с пулемётами. Труру, давай застреляем. Вот здесь тоже ставим парочку чуваков с миниганами. Натураль на базе прям чётко отрабатывает. Замечательно. Что это за герб какой-то? А, что-то я добавил, теперь у меня хп. Эй, что-то едет. Газовая атака какая-то. Вот робот вражеский. Чего? Валите робота! Это что за монстр? Ты кто такой? У него так много хп было. Около двух тысяч, вы посмотрите. Прямо как у нашей базы. Но мы его развалили. Тем более, что у нас там осталось мало юнитов. То есть дирижабли они как бы в воздухе, по ним вообще никто не стреляет. Может быть в будущем будут самолёты и им тоже будет доставаться как-то. Ребята, ящик. Очень волнительный момент. Давайте я нажму. И что у нас? Так, вот это и весь ящик. Акция. Был ящик этой акции. А, откроется, ребята. Он через 15 секунд. Так, ага. Ну давай откроем его. Ребята, открываем ящик. Очень волнительный момент. Шмякаю. И что у нас? Да, Т-34. А, кстати, может мы сможем танк прокачать? Вы посмотрите. Он будет круче. Так, у него хп 239. И плюс 47 атак. А так? Ну нормально, смотрите. Атака плюс 7 добавилась. И хп нормально. То есть он самый бронированный у нас получается. Да. Так можно одними танками их гасить. Миниганы. Вот эти чуваки тоже бронированы. Зачем нам парнишка с миниганом? Если у нас есть крутой чувак. Который, ребята, со щитом. То есть он может танковать. Хотя если по нему будут кидать гранаты, не знаю, что с ним будет. Так, а что тут? Снова что-то добывается? Тут у нас на базе получается 65 золота в час и 1 кристалл в час. Ну, неплохо. Ну что ж, поехали дальше, наверное. Или все-таки давайте пооткрываем здесь. Так, мы получили чувака с гранатой. Так, за 375 открываем. Чувак, с гранатометом. RPG. Мне нравится. У нас есть деньги с миниганом. Еще берем с пистолетом. Ух ты! Вы посмотрите! Соло-рокет! Танчик какой эпический у нас выпал. Давайте глянем. Ох, у меня это первый эпический танк. У него хп 319. Чего? А урон 49. То есть у этого танка больше урон? Блин, даже не знаю. Наверное, вот эту машинку берем. А вот этот эпический в суне. Он же эпический, ребята. Эпическая сила. Ладненько. Давай пошли вперед. Посмотрим, что тут будут за уровни. 16 левел. Хочу сейчас поставить эпический танк. Вот он. На, на, на. Смотри, сколько танчиков. Просто танчиками эпическими. Все, застреляем. У него атака просто бешеная, да? Давайте, пацанчики, едьте. Ничего не будем делать. Посмотрим, как наши танки справятся. Даже ничего добавлять не буду. У них, ребята, как раз, как ты видишь, поезжали ракетные машинки. Как у нас. Просто я же свои ракетные машины убрал. Потому что у нас эпический танк. Было бы глупо, конечно, такой танк не поставить. Отлично. Так, задание мы выполнили. Мы с тобой можем забрать кристаллы. Нормально. За прохождение не омиссии. Тут у нас. Мы ничего не будем брать. А вот в магазине посмотрим, что нам интересно выпадет тоже. За 30 кристаллов. У нас, кстати, есть такой ракетный танк. Может быть, нам какой-то дрон выпадет. Блин, да у меня есть такой. Даром кристаллы потратил, что ли? Давай тут еще посмотрим. Так, выпадает джип. Прикольно. У нас вроде бы джипа не было. Давай за 500 откроем. Чувак со щитом. Классно, мы его сможем прокачать. Он будет вообще круто танковать. Ого, вы посмотрите. Такого танка тоже не было. Это огненный танк. Он сможет поджигать врага. Огнеметчик. То есть огнеметчики вообще не актуальны. Смысл мне огнеметчика, если у нас есть огненный танк. Так, чувак со щитом. Я думаю, что можно прокачать парнишку со щитом. У него тут много чего есть. Я в шоке. У него 350 хп. Не знаю, конечно, как по нему буду стрелять ракетами. Я хочу, ребята, попробовать вот этот танчик. Смотрите, он все-таки огненный. Хп маловато. Но все же тут ракетная атака тоже хорош. Давай мы, наверное, вот этот танк уберем. Танчик второго уровня хороший. Но я хочу, ребята, попробовать огненный танк. Посмотреть, как же он будет воевать и поджигать всех. Так, нажимаем старт. 17 уровень. Не надо. Вот наш огненный танчик. Пусть он тут ездит. Хп у него маловато. Смотри, много огненных танчиков. Просто огнем будут всех поливать. Давайте, ребятки. И чуваки со щитами. Давай посмотрим, как они танкуют. Вообще против джипов. Против всех. Давайте, ребята. Огненный танк, конечно, круто всех поджигает. Но и разваливается он быстро. Его просто выносят. Башни у него такие смешные. Давай, палим, палим, поджигаем. Со всех сторон едут. Атака еще не закончилась. Да все, победа. Круто, дорогие друзья. Давайте попробуем еще открыть карточки. У нас есть деньги. Так, огненный танк. Так, это у нас чувак с миниганом. Что еще есть? Так, защита нам не нужна. С пистолетом. Блин, да зачем нам пехота? Армор кар. Ну, ладно. Вообще, ребятки, не понимаю, зачем нам здесь пехота, если уже есть крутые тачки. Даже вот джип есть, вы посмотрите. То есть у него атака какая. Скорость атаки 1 и 2. То есть будет быстро стрелять. Еще и быстро ездить. Ну, что ж, дорогие друзья. Мы с вами продолжим уже в следующем ролике. А с тобой был Воблер. Оставайся на канале. Обязательно подписывайся. Смотри другие видео. Скоро увидимся. Пока.